Привет, ребятки! Сегодня я хочу показать вам, как не надо делать кальяны. Ларису Долину в вашей погоде. Сегодня я покажу вам обзор на новый продукт, который появился буквально в ноябре прошлого года. То есть ему вот прям он маленький, если такой бегает, короче, в общем, он еще не окрепший. Почему не окрепший? Потому что я вот сейчас вам все как раз и расскажу. Это новый продукт, называемый Груви. Это кальяны Хука Груви или Груви Хука. Ну, это не суть. В общем, ребята избрали примерно следующий подход. Они делают кальяны на 3D принтере. То есть они шахты вот эти вот красивые печатают на 3D принтере. Красивые шахты нравятся? Мне тоже нравились, когда я картинку видел, когда мне прислали. Сначала сказали, вот смотрите, какой у нас продукт. А вот сейчас вот я, когда их изучаю как бы чуть ближе, я вижу, что это несколько не то, что можно было бы ожидать за те деньги, сколько ребята за это просят. В общем, примерная стоимость в розницу этого кальяна составляет 5,5 тысяч рублей. 5 тысяч 490 рублей. Туда в комплект входит колба, туда входит шланг, туда входит муштук. Муштук это отдельная тема, я по этому поводу сейчас пару словечек как раз замолвлю. У нас есть 3 кальяна. Один кальянчик вот такой вот. Они все идут на обычных классических черных самых простых колбах, самых дешевых, насколько я знаю, которые только можно найти. Они покрашены. Покрашены, кстати, не очень хорошо. Нам, ребятки, заслали вот еще вот такой вот макулатуры, где, собственно, это типа краткая презентация. Уникальный дизайн, невозможный для других способ производства. Самая широкая световая палитра. Короче, в общем, очень-очень много всякого хвалебного. Давайте просто мы по факту посмотрим, что на самом деле из себя представляет этот кальян. Это стальная из нержавеющей стали трубка. Я думаю, с ней много вопросов не возникнет. В связи с тем, что ребята хорошо, что заморочились и используют действительно сталь, а не алюминий, как большинство. То есть служить он должен, по идее, долго. Далее в комплекте у нас есть вот такой вот коннектор. Коннектор также выточен из стали. Здесь есть резьба, которая вкручивается непосредственно в саму шахту. И есть сверху некоторые проточки, то есть на том месте, где у нас непосредственно устанавливается сама чаша и силиконовый уплотнитель, что не позволит уплотнителю соскочить. Это как бы плюс. Но есть определенные тонкости. Тонкости именно в деталях проработки этой хорхаряшки. Центральная дырочка, отверстие смещено. Но это не смертельно, казалось бы. Также присутствует выработка, то есть некая стружка. Это видно, что делалось несколько либо на скорую руку, либо не уделялись внимания каким-то определенным деталям, мелочам. То есть не очень хорошо, но в принципе я думаю, что в работе это никак не скажется. Стружечку можно убрать и никто от этого не умрет. Затем у нас есть вот такой вот уплотнитель, который вставляется в саму колбу. Этот уплотнитель сделан из до такой степени дерьмовой резины, которая, во-первых, воняет, вот действительно она пахнет, как вот, я не знаю, старыми шинами. Если кто-то был на шиномонтажке или в месте, где хранится резина, вы отлично знаете этот запах, вы сразу его узнаете. Это низкосортная резина, здесь есть какие-то маркировки, то есть здесь то ли на египетском, то ли на турецком, я как бы не могу сказать, но я подозреваю, что это самое дешевое, что они смогли найти на рынке. Также эта резина на ощупь, когда вы ее трогаете, она прям прилипает к пальцам. Если вам знакома такая история, когда резину когда-то вымачивали для того, чтобы приклеивать ее, то есть когда ее вымачивали в растворителе, в бензине, сразу было видно, что она разлагается. Вот здесь вот то же самое, но только с заводом, ее ни в чем не вымачивали. Она такая идет в комплекте. Следующим этапом рассмотрим вот эту детальку, это диффузор. Ребята также напечатали его на 3D принтере, по идее должен выполнять свою функцию, сейчас мы это собственно проверим, но все моменты, которые сделаны на 3D принтере, они кажутся дико неаккуратными, потому что 3D принтер, когда либо начинает, либо заканчивает печать, он оставляет такие волоски. То есть вы понимаете, вот когда палочку от чупа-чупса нагреваешь, вот такие пьюф. Ну я думаю точно так же это не скажется сильно на курении, но просто при заявленном ценнике в 5500 рублей. Я бы обратил бы побольше внимания на такие мелочи, потому что было бы приятнее, если бы этого ничего не было. Затем у нас есть вот такое вот блюдце. Блюдце у нас из стали, то есть форма довольно интересная, оно плотное, то есть действительно твердое. Не знаю, как оно себя проявит при воздействии высоких температур, но ребята заявляют о том, что можно спокойно ставить угольки, и оно не выгорает, то есть краска здесь термоустойчивая, тип щегрень, то есть она получается такая шершавая. Также блюдце очень хорошего размера, то есть оно действительно большое, если будут падать угольки, то большая вероятность, что упадет именно туда, куда нужно. Единственным вопросом остается только качество покраски, которое будет или не будет держать высокую температуру, для того, чтобы не менять, собственно, цвет. Но это мы сможем проверить только через какое-то время пользования. Также в комплекте есть вот такое вот кольцо. Это кольцо выступает в качестве поддержки самого блюдца на шахте при помощи того же самого коннектора. На нем останавливаться не будем, ничего особенного. Ну и давайте приступим к тому, что отойдем от всех этих моментов, которые есть у всех производителей, и внешне оно не сильно отличается к тем моментам, которые делают этот кольян уникальным. Давайте посмотрим на вот это вот создание произведения искусства. В общем, это шахта. Нет, это не шахта. Как это назвать-то, блядь? Это шкурка, короче, шкурка, которая одевается сверху вот этой вот трубки стальной и выполняет функцию украшения этого кольяна. А также это основание, в котором есть два отверстия под коннекторы, или два коннектора, как это обозвать. В общем, здесь все напечатано на 3D принтере. Здесь есть вот такой вот обратный клапан, который представляет из себя что-то, сделанное на 3D принтере. Плюс это обычный силиконовый шланг, порезанный на маленькие кусочки, вставлен сюда маленький кусочек, и там внутри шарик. Шарик здесь, ребятки, пластиковый. Это было бы классно, если бы кольян был металлический. Почему классно? Потому что это бы не прикипевало, не прирожаревало, не приклеивалось, короче, и не закупоривало ваш клапан. Но так как клапан в целом сделан из силикона и вот этого пластикового непонятно чего, здесь таких проблем, в принципе, быть не может. Поэтому его можно было сделать и металлический. Но так как у них все пластиковое, как бы ладно, понятно, все в тему. Давайте, в общем, ребятки, просто рассмотрим это примерно как-то так. У нас есть основание вот это. Оно все сделано на 3D принтере. Ребята говорят, что этот пластик, он как чуть не пищевой. Его можно, в принципе, использовать. Его жрать даже можно. На, серьезно! То есть он никакого вреда, никаких запахов посторонних не несет. И что-то такое. Ну, я-то на нем уже курил. И я могу сказать, что это несколько не так. А также у них есть вот такие вот великолепные мундштуки. Точно так же напечатанные на 3D принтере. Я могу сказать, что, во-первых, толщина стеночек этого мундштука буквально 2 миллиметра. Они до такой степени легкие, то что, я не знаю, по-моему, можно сделать вот так вот. Левитация. What the fuck is this? Проведем следственный эксперимент. Мы берем обычные весы, которые вешают доли, сотые доли грамм. И взвесим наш мундштук. Наш мундштук весит 19 грамм. А также, ребятки, почему, собственно, я гоню-то на этот мундштук? Да, то, что он легкий, то, что он какой-то не такой. Потому что этот мундштук будет постоянно юзаться в руке. Не прилагая особых усилий, этот мундштук просто можно сломать. И это не очень хорошо, а точнее очень плохо. Потому что это не одноразовый мундштук. Это мундштук, который предназначен для постоянного использования кальяна за 5,5 тысяч рублей. Понимаете, да? Почему вот, кстати, вот это говно произошло? Потому что, когда 3D-принтер печатает, он печатает по кругу. Кладет, 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 кладет вот эту соплю. И она приклеивается друг к другу. Соответственно, равномерной, вот однородной субстанции не получается. То есть она как бы приклеена и не приклеена. Я даже не удивлюсь, если мы сейчас будем его растаскивать и сможем растасить его по волокнам. Как свитер, блядь. Зацепился свитером и все, и пошел процесс. То есть, знаете, что я вам могу сказать? Если вы делаете это для одноразового покура, как, допустим, кальяны, которые стоят 500 рублей, то, может быть, это и нормально. Но когда вы делаете продукт, который должен куриться постоянно, это ненормально. Это вообще пиздец. Ладно, с мундштуком разобрались. Давайте сразу его выкинем. Давайте приступим к тому, что соберем наш кальян. Мы берем нашу вот эту вот трубку и возьмем вот это вот основание и плюс вот эта шкурка. Да, короче, я не знаю, как это называется. Вставляем трубку внутрь нашего вот этого основания. То есть, мы ее просто засовываем. Засунули. Затем берем вот это вот приспособление, да? Вот этот переходничок или как его называют? А, он не одевается. Мы берем, прикладываем, не дышим. Берем наши блюдцы, накладываем сверху, не дышим. Берем наш коннектор, закручиваем. Также пока что не дышим. Это не получается. После того, как установили блюдца наверх, мы установили уже заранее вот этот уплотнитель. Собственно, он такой же, как и здесь, потому что у нас три кальяна. Мы берем нашу колбу и вставляем... О, сорянте. Слишком высокий кальян просто. И вставляем уплотнитель в нашу колбу. Сейчас. Сейчас, ребят. Есть большая, большая, небольшая трудность. В общем, я уже как бы проверял это и до этого, до того, как начинать снимать видео. Мы, кстати, пробовали его и мочить, и даже смазывать маслом или чем-то таким. Он не садится. То есть, вместе с этим уплотнителем он не садится в колбу. То есть, вот хоть ты усресь. Ему похуй. Он просто тупо не залазит. То есть, вот он наполовину залазит и все. Давайте мы просто отставим это все в сторонку и возьмем то, что мы уже переделали немножко. То есть, мы взяли уплотнитель от другого кальяна, вот такой вот силиконовый. И эта проблема как бы обошла стороной. То есть, вывод. Тот уплотнитель, который идет в комплекте, он, собственно, у нас не налазит. То есть, все, что в комплекте, как бы, ну, с этим у вас вряд ли что-то получится сделать. Либо только обрезать какие-то вот эти вот усики. Но, я думаю, это не даст никакого результата. Потому что сам уплотнитель, он какой-то вот, ну, вот, вот. Говно, короче, уплотнитель. Сильное заявление. Когда вы трогаете это все руками, вы чувствуете тошноту, что ли. Не знаю, как объяснить. Вот, в общем, нам, ребятки, заслали еще вот такой вот вариант шахты. Да, это дизайн, ребят. Ну, короче, я не знаю. Просто это видео на самом деле превращается в тотальный разъеб. По причине того, что реально продукт очень сырой, очень сырой. Ребята, как бы, я понимаю, что молодцы. Они постарались подойти к этому дико, креативно. Мы постарались как-то выпендриться, да, найти новый подход, что-то инновационное. Но, блин, ребят, ну, на самом деле, вы должны были доработать, сделать это для себя, для друзей, для кого угодно. Но не для коммерции. У вас было много времени, но этого было недостаточно для того, чтобы действительно проюзать это все дело для того, чтобы продавать. Тем более, за пять с половиной кусков. Это очень дорого. Дизайн, да, есть какие-то варианты. Это просто мне непонятно. Может быть, кто-то сочтет это красивым. Ну, просто, когда в руке это все вот такое вот, вот такое вот жидкое, вот такое вот, блядь, ну, странное это все. Если кальян стоит, его люди могут трогать. И его за шахту страшно взять, потому что думают, что ты ее сломаешь. Так же, как этот мундштук. Не думайте, что я прям вот настроен против этого кальяна. Просто, ну, на самом деле, он очень сырой. Я бы его просто, ребятам, настоятельно рекомендовал пока что его не продавать. Потому что я хер его знает. Еще есть один момент. Мы просто уже пробовали на нем курить. И, собственно, сейчас, конечно же, сделаем это еще раз. Но я хочу сказать следующее. Из-за того, что вот это вот все, вот это занятие из этого пластика 3D-шного, оно все выполняет функцию и основание в том числе. То есть, курите вы через него. И, соответственно, в процессе курения, может быть, можно это прокурить. Короче, этот вкус пластика, он просто остается послевкусим, ядовитым в горле. И это нехорошо. Это основной момент, от чего, собственно, вот уже отталкивает. Потому что вы пишете то, что это все, типа, пищевое, это все предназначено. Да нихуя это не предназначено. Это обычный пластик, который просто используется в 3D-моделировании. И ни в коем случае для этих целей не подходит. Тем более, у нас верхняя часть, вот эта вот верхняя часть, она 100%. Если вы поставите эти злоебучие угольки сверху, и какое-то время они будут стоять, она начнет плавиться. И это все вот расщепляясь и однагревается, оно будет оседать у вас в организме. Потому что вы будете всей этой хуйней затягиваться. Да, безусловно, кальян вообще, в принципе, не очень полезное занятие. Но просто когда кальян превращается, не знаю, в прикладную химию с экспериментами над здоровьем такого характера, это не есть хорошо. Тем более, это не доставляет удовольствия. Но, блядь, мы обзоры снимаем или где? Давайте, в общем, просто возьмем и забьем сюда чашечку. Ребят, мы снимаем ебаный ворот, уже час пятый, короче. По-моему, это все производители, короче, нас заколдовали своей куклой Вуду какой-то, чтобы у нас не получалось. Наша камера просто тупо отказывается снимать, выключается и все. Чашу мы хорошенько нагрели, для того, чтобы все это дело прочувствовать. И при помощи тряпочки одеваем это все дело на наш кальянчик. Берем обратно угольки, ставим. Давайте поставим три уголечка. Я просто уже это все дело пробовал. И знаю примерно, чего ждать. Так, и пробуем. Давайте так. По сравнению с первым покуром на этом кальяне, я скажу то, что уже лучше. Лучше почему? Потому что, скорее всего, уже все эти детали, запчасти, они, собственно, несколько пропахлись табаком. И уже не так сильно химозят. Но все равно присутствует привкус вот этого вот пластика. То есть вот прям... Ну, я не могу объяснить. Остается послевкусие во рту пластика. Вот как будто жженый пластик. Я больше, в принципе, ничего сказать не могу. Ёль, иди сюда. Попробуй. Извините. Я не буду это говорить. То есть вот эти вот все уплотнители, то есть действительно вот прям двумя пальчиками, короче, они берутся и вываливаются. Как бы ты их не вставлял. И все жиденько, ребят. То есть оно все... Ну, я не могу объяснить просто. Блядь, он очень сырой. Очень сырой. Этот продукт можно доработать, я думаю. То есть если какие-то другие материалы попробовать использовать, либо... Да, в принципе, тут много чего надо переделать. Во-первых, надо отойти от концепции бюджетного кальяна. Сделайте действительно авторский красивый продукт, который будет хорошо работать. Но это не то, что нужно. Потому что за эти деньги можно купить Халил Мамун, за эти деньги можно купить Эми. Есть много русских производителей, которые можно за эти бабки купить шахту, нормальную шахту. Которая будет действительно служить долго и будет передавать вкус как надо. Не химозить. Не будет вот этих вот всех вот моментов. Это не то. Это не то, ребят. Это пластиковый, одноразовый, дорогой пиздец, какой дорогой кальян. От которого просто, не знаю, короче. Ну, вы не получите с того удовольствия. Его надо курить на селитровых углях, я подозреваю. Курить на нем, не знаю, альфач, на китайской чаше. Ну, все, как вы помните, олдскульные, короче, покуры. Я сюда вынес шейпс специально для того, чтобы просто попробовать все то же самое, но только на шейпсе. Я ни в коем случае не предвзят. Меня ребята никаким образом не обидели. Просто они попросили сделать обзор. Собственно, я его и делаю. То есть, никаких личных неприязней. Можете даже об этом не думать. Просто проблема именно в том, что продукт дико сырой. И реально не доработает. Меня просто взрывает от того, что это дорого. Это очень дорого за такой продукт. И его нужно просто делать, 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 дорабатывать, дорабатывать до тех пор, пока он действительно не станет прям хорошим. Ну, ребятки, это действительно небо и земля. Я не могу объяснить. Здесь тяга такая же, как и здесь, потому что одинаковый диаметр шахты. Но, блин, здесь, в принципе, химозить-то особо нечему. И вообще, тут ничего не сифонит. То есть, это абсолютно другое. И с учетом того, что ценник у этих кальянов не сильно разнится. Как бы есть отличие, безусловно, там 1-2 тысячи рублей. Но, когда это речь идет не о общей стоимости продукта, который стоит, допустим, полторы. Вот, как я говорил, кальян банка. Там не было каких-то особых критериев только из-за того, что действительно этот кальян, это бюджетка. Это на раз, на два, на три, там, ну, случайные какие-то покуры где-то, где нет кальяна. И можно там адаптироваться. Но этот продукт стоит 5,5 кусков. Это пиздец. Давайте подведем итоги. В общем, кальянчик действительно слабоват. И реализация хромает пиздец. Но идея-то при этом интересная. Если бы вы подошли к реализации более внимательно, я думаю, все было бы круто. И в целом, никто не заставляет вас на этом останавливаться. Я очень надеюсь, что вы будете каким-то образом пытаться прогрессировать и делать свой продукт лучше. Но на данный момент по 10 баллов я бы поставил ему вообще 3. Потому что курить на нем невозможно. Может быть и возможно, но нужно, по-моему, курить на нем все. Пан-раз, пан-ма-салу, двойное яблоко. Да все самое-самое-самое ядовитое для того, чтобы хоть как-то притупить этот привкус. Остальные моменты можно доработать спокойно. Но нужно будет просто использовать либо более хорошие материалы. Либо отойти от этой концепции 3D принта. Либо сделать хотя бы основание какое-то металлическое. Чтобы не было прямой вот этой тяги через вот эту гадость пластиковую. То есть, как-то так. Я надеюсь, что я вас не обидел. Я действительно говорил все объективно. Отталкиваясь от того, что я вижу, от того, что я попробовал. Поставьте ему лайк, если не понравился и вы действительно пробовали этот кальян. То просто буду готов пообщаться с вами в комментариях. Обсудить все за и против. Если вам просто хочется продолжения моих роликов. И вы хотите всегда оставаться в курсе всех каких-то новинок этой культуры. Каких-то приколов в этой культуре. Да и не только. Просто если вам нравится, как я вот собственно вот тут кривляюсь перед вами. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в мое сообщество ВКонтакте. Подписывайтесь на меня везде, где только сможете найти. Я буду рад видеть вас в числе своих подписчиков. Пообщаемся. Вот. Так что до новых встреч, ребятки. Надеюсь, никого не обидел. Лариса Дольна в вашей погоде, ребят. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»